Доброе утро, с вами Авиер Станкевич и сегодня снова завтрак с Библией. Скажите, пожалуйста, встречали ли вы людей, с которыми вы о чем-то разговариваете, и они говорят, что их раздражает то, что вы говорите, или наоборот, вы замечали, что вы раздражаетесь от чего-то, что говорят другие. То есть они вам что-то говорят, а вы принимаете это, как бы, это называется, в штыки. Дело в том, что мы очень часто общаемся с людьми, которые говорят нам, что они там верят в карму, в реинкарнации и так далее, что какие-то там еще приводят учения со стороны, которые, в общем, больше философия какая-то там, может быть, даже религия какой-то страны. У меня тоже есть среди моих знакомых люди, с которыми мы общаемся, и они вот всякие там кармы, проповедуют всякие чакры, и, ну, в общем, все вот это вот дальневосточная философия. Я ничего против не имею. Пускай, пока это, так сказать, не призывает людей к убийству или к каким-то, там, я не знаю, насильственным действиям, пускай лучше так, чем никак, но моя задача проповедовать Евангелие, и когда я говорю о Библии, о Боге, о том, что это, в общем-то, не является, их учение не является истиной, их начинает раздражать. И они прямо там чуть ли не впадают в депрессию, они там чувствуют себя ужасно и чуть ли там не людьми третьего сорта в моих глазах. На самом деле я никогда не говорил, что человек, может быть, третьего, второго или первого сорта. Всех людей Господь создал одинаково, всех любит одинаково. Но мы должны помнить, что Он любит людей не потому, что они люди, а потому, что Он не хочет, чтобы они погибли. И именно поэтому был послан Иисус Христос. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь именно об обличении. Вот это то, что меня коснулось прямо сегодня утром, потому что вчера у меня был достаточно неприятный разговор с человеком, который утверждал, что я тут насаждаю свою религию и так далее. Хотя, почему я должен стесняться своих убеждений? Тем не менее, такие люди, которые когда-либо поверили, что Бог есть, Бог один, они вот почему-то считают себя верующими в Бога. Хотя я понимаю, что они Библию никогда не открывали, они только слышали о том, что написано в Евангелии. И большинство из них, даже когда их спрашивают, с чего начинается Библия, они говорят со слов в начале Бога слова. И иногда даже просто чувствуют, что не о чем поговорить. Человек может сначала прочти от сих до сих, потом поговорим. Но при этом они говорят, что они люди верующие. Они не любят, когда их называют неверующими и так далее. Так вот, более того, я вам скажу, что Библия, она звучит тому, что верить в единого Бога – это недостаточно. Вот в послании Якова во второй главе, сейчас я его найду, послание Якова во второй главе написано, стих 19, по-моему, сейчас я гляну. Да, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». И верить в то, что Бог один – этого мало, так пишет Библия, по крайней мере. Нужно принимать и учение Бога тоже. И получается, что не все готовы принять учение Бога. И это откровение, которое прямо посетило меня сегодня с утра, и я хотел с вами им поделиться. Многие, например, вчера мне сказали, пожалуйста, не говори об этом при мне, пожалуйста, не говори тут ничего о Библии, пожалуйста, там не делай, меня это раздражает. Ну, хорошо, согласен, раздражает. Что теперь поделать? Меня тоже много чего в этой жизни раздражает. Но вопрос, что нас раздражает? Есть такая гениальная фраза, «Все, что нас раздражает, нами управляет». То есть, на самом деле, управляет не то, что мы слышим, а управляет те внутренние чувства, которые у нас живут. И вы знаете, когда Иисус приходит к кому-то, или Бог приходит к кому-то, не всегда человек хочет его принять. Он обычно сопротивляется, активно причем сопротивляется тому, чтобы к нему кто-то пришел. И здесь главное не отступать от своих принципов. То есть, если вы общаетесь с человеком, и его это раздражает, то обычная реакция нормального человека, это нам сказать, ну, хорошо, ладно, не хочет, не надо, развернуться и уйти. Но я считаю, что нужно все-таки продолжать делать то, что вы делаете, то есть проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И если бы Иисус так был, вот мы же хотим быть похожими на Иисуса Христа, если бы Иисус вот так вот, ему бы сказали, типа, не приходи сюда, он бы взял бы и развернулся и ушел, то вряд ли он был бы Иисусом, да, потому что он Бог, он знает, кто за ним, он знает, кто его, так сказать, покровитель, он знает, кто его небесный отец. И поэтому он ничего не боится. И даже когда он пришел вот в Десятиграде, да, пятая глава Матфея, пятая глава, прям с первого стиха. Увидев народ, он взошел на гору и сел и приступил к учению, да, то есть здесь мы видим, что он рассказывал на горную группу, ведь после этого он переместился на другую сторону озера, да, в Десятиграде. И в этом вот Десятиграде там был бесноватый, если вы помните, да, то есть он пришел на тот берег и издалека увидел его этот бесноватый, да, который жил там в гробах, он там орал дико и так далее. Он издалека увидел Иисуса и побежал к нему и сказал, что тебе здесь, Иисус, на заре уходи там и так далее, пощади нас. И Иисус не сказал, а, ну, не хочешь, не надо тогда, развернулся и ушел. Нет, он спросил, кто ты, как имя тебе? Он сказал, легион, да, бесов, потому что много. И он тогда изгнал этих бесов, они переселились в свиней, и человек фактически спасся, да. И если вы хотите человеку проповедовать, и он, вы видите, что он заблуждается в своих суждениях, он заблуждается в том, во что он верит, он заблуждается в том, что он, так сказать, проповедует миру. И вы знаете это, потому что за вами Бог, за вами сила, которую никто одолеть не может, да. Мы церковь, которую даже врата ада одолеть не могут. И если мы будем обижаться на то, что они там, их что-то раздражает, и мы будем стараться с ними там улыбаться, там им и так далее, то мы сами становимся на их путь. Мы становимся дружными с миром. Это мир, да, это мирское. Написано в Библии, что дружба с миром есть вражда против Бога. И мы уже говорили об этом неоднократно и здесь, и в наших беседах о Библии, что я, например, враждовать против такого Бога, который моря раздвигает и такие вещи творит, я, например, не хочу. И в притчах у Соломона очень много вопросов обличения поднимается, вопросов мудрости. И вот самое главное, даже опубликовал сегодня это у себя в статусе в соцсетях, 19 глава, 20 стих. Слушайся советом и принимай обличение, чтобы сделался ты впоследствии мудрым. То есть эта притча говорит нам о том, что если человек совета не слушается, если он обличение не принимает, мудрым он не будет. Вопрос в следующем, хотите ли вы продолжать быть в таком окружении немудрых людей, или вы хотите поменять себя окружением. Спасти вы не можете, да, я не могу, никто не может, спасти может только Бог. И простить грехи может только Бог. Заново человек может родиться только от Духа Святого, но не от нас. И мы должны делать свое дело, мы должны проповедовать, мы не должны бояться этих легионов бесов, которые раздражаются тем, что мы несем ему благую весть. Они там впадают в депрессию, они управляют человеком. Ведь это не человек плохой, человек отличный. Просто, ну, будем так говорить, что дьявол просто позволяет этому человеку работать через себя против нас. И это испытание не от Бога, это испытание от дьявола. И человек сам мучен этим дьяволом. И наша задача просто верой сделать так, чтобы этот человек все-таки встал на путь истинный. В любом случае сделать это он может только сам. Выбор Бог всегда оставляет за человеком. Спасает только Бог. И мы можем только привести человека к Богу. То есть показать ему путь истинный. А пойти по нему или нет, будет решать сам человек. Поэтому и вы не раздражайтесь, когда вас обличают, а тем более не обращайте внимания на раздражение других. Это просто происки темных сил против нас. И мы должны быть вооружены всеоружием Божьим, то есть Писанием, как мечом, и с этим мечом воевать. Только с этим, больше ни с каким. И сегодня они раздражаются, завтра раздражаются. Потом перестанут, потому что они увидят. Господь работает. Дьявол против нас ничего сделать не может, если мы сильным верим. И просто нужно идти и продолжать проповедовать, продолжать говорить, продолжать утверждать свои убеждения. Написано, не постесняюсь, Евангелие Иисуса Христа. И мы не должны этого стесняться. Мы не должны ради того, чтобы сохранить какие-то отношения, непонятно с кем, непонятно почему, идти на поводу у его мирских похотей. Но с другой стороны, мы не можем просто бросить человека и потом наблюдать, как он идет в ад. Мы просто должны фактически начать с ним работать так мудро, чтобы его сердце открылось Богу, чтобы он понял свои заблуждения. И пусть он их поймет, больше никогда его в этом не упрекать. Вот в этом, собственно говоря, было такое откровение, потому что, ну, реально, у меня сегодня было как такой знак свыше. Вот вчера был разговор, я себя не очень хорошо чувствовал, после этого правильно я поступил, неправильно я поступил. Но когда я прочитал о вот этом вот переходе в Десятиграде, где был вот этот бесноватый с легионом бесов, я понял, что отступать нельзя даже против легиона бесов. И вам того же желаю. Пусть у вас будет благословенный день. Те, кто сегодня служит, служите во славу нашего Небесного Отца и во славу Иисуса Христа Господа нашего. И пусть ваш день благословится, и ваша неделя будет благословенной во имя Иисуса. Всего доброго. До встречи завтра в 9.30. С вами был Абия Станкевич. И наша каждоутренняя передача «Завтрак с Библией». Пока. Субтитры подогнал «Симон»